Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! В рамках проекта, представленного библейским порталом экзегет.ру, поговорим сейчас о седьмой главе Откровения Анны Богослова. 7 глава продолжает, собственно, рассказ о том, что происходит с этим миром, когда Бог приближается к нам. И здесь говорится о снятии седьмой печати, здесь в седьмой главе. Перед этим читатель видит, как всё больше и больше явным становится вот это присутствие Бога в благодарении, в словословии своего народа, присутствие Агнца Закланного среди тех, кого он избрал и призвал от всякого колена под небесами. И мир от Бога запертый, мир, по крайней мере, в той его компоненте, которая чужда жизни, чужда Богу и его правде, начинает разваливаться, разрушаться, и вот, наконец, снимается седьмая печать, и Иоанн видит ангелов, которые стоят на четырёх углах земли и держат четыре ветра. Это образ тоже восходящий к книге пророка Изекииля, представление о четырёх сторонах земли. Оно и сейчас в нашей жизни тоже присутствует, конечно же. И так вот он видит небесные силы, которые на самом деле властвуют землёй. На самом деле, потому что, ну, мы часто думаем, что это мы, хозяева мира, и не должны ждать милости от природы, созданной для счастья, как птицы для полёта, и тому подобные не вполне адекватные вещи. Нет, на самом деле, вот он видит суть этого мира, Иоанн видит после седьмой печати суть мира, который на самом деле, вот как скатерть за четыре угла, держат эти ангелы, да, и хранят его. И вот важно по-настоящему для читателя услышать, и, наверное, для автора донести это до читателя, что дальше говорит Бог. Потому что речь идёт о том, что Бог призывает своих ангелов запечатлеть некоторое число людей печатью на челе. Число это – 144 тысячи. Конечно, это 12 в квадрате на тысячу, 12 раз по 12 тысяч. Тысячи всегда использовались людьми, по крайней мере, в подобного рода текстах, как знак множественности, и 12 – это число человеческой полноты колен Израиля. Вот, там, 144 тысячи – это, конечно, способ обозначить огромное множество. Огромное множество. Вовсе речь не идёт о том, что если, там, ты оказался 144 тысячи третьим, то тебе не поставят печать на чело. Не в том дело, что, там, эта численность, количество – это ограничено. Знаете, как в словах Иисуса Христа, который говорит о том, что «Сия есть кровь моя, которая за вас и за многих изливается». Современные читатели обычно думают, что «ага», значит, за многих, наверное, но не за всех, а для Иисуса и его учеников, да и для автора Откровения явным образом тоже, потому что он тоже принадлежит к этой библейской культуре. Здесь речь идёт о том, что, согласно библейским представлениям, своей праведностью каждый из людей может спасти как максимум самого себя. Об этом тоже говорит Езекииль. Как максимум самого себя – и то большой вопрос. И единственный, кто может своей праведностью спасти не одного человека, а какое-то большее число является вот «Лев от колена Иудина, агнец закланный». Поэтому в словах Христа имеется в виду то, что его кровь изливается не за него, а за всех, не за одного, а за всех. И здесь 144 тысячи – речь идёт действительно о некотором открытом и, в каком-то смысле, безграничном множестве людей. Надо сравнивать не с какими-то другими цифрами, а, как дети обычно говорят, один или много, один или много. Так вот, 144 тысячи – это способ сказать «много», а не «один», «два», «три». И, как тоже, в общем, принято в подобного рода литературе апокалиптики иудейской, межзаветного, ножзаветного периода, дальше идёт перечисление колен Израилевых, само по себе содержащие некоторые интересные вещи, но это, может быть, слишком частные подробности. А важно, что дальше, почти сразу, автор говорит, после сего я посмотрел, и вот великое множество людей, которых никто не мог перечесть из всех племён и колен, и народов и языков. Великое множество людей, которых никто не мог перечесть. Важно для нас услышать это. Нам кажется, что 144 тысячи, или нам кажется, как Бог говорит пророка Илия, я сохранил себе 7 тысяч мужей. Нам кажется, что все, может быть, кроме нас самих, в чём-нибудь виноваты. Это такая любимая игра христиан, православных в том числе, искать ереси и отпадения в других. Но вот посмотрите, видя, что происходит в этом мире, когда явлена слава Агнаца Заклонного, автор откровения говорит великое множество людей, которых никто не мог перечесть. Оказывается, что в огромном числе людей есть внутри, где-то в какой-то, может быть, и непостижимой глубине, но в глубине есть взаимоотношения с Агнцем. Это одно уже очень важная вещь, которую надо знать о нашем мире, о человеке как таковом. И вот ещё посмотрите обычно эту пару, 144 тысячи и великое множество людей, которых никто не мог перечесть. Толкователи стараются истолковать, как некоторая аллегория двойственной природы церкви. Одни говорят, церковь, которая уже торжествует на небе или ещё сражается на земле. Другие церковь из иудеев и из язычников или ещё как-нибудь. Может быть, может быть. Но в конечном итоге важно, что всё это великое множество людей, неисчислимое по-настоящему, в буквальном смысле слова, воспевает агнцу спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и агнцу. Не в том дело, что Бога надо от чего-нибудь спасать или агнца. Это тоже способ выражаться, который означает, что наше спасение принадлежит Богу и агнцу. Источником нашего спасения является Бог и агнец. И, кроме того, ещё важно, что спасение означает в данном контексте принадлежность Богу и только Богу. Вот что даёт Бог и агнец тому бесчисленному множеству людей, которых невозможно перечислить. И вот все ангелы и старцы, и животные все падают снова на лица свои, поклоняются престолу Бога и говорят «да», «аминь», «аминь». Вообще говорят для христианской литургии и сейчас, как и тогда, это слово чрезвычайно важное, потому что в нашей общей евхаристической молитве далеко не все слова молитвы мы произносим каждый из нас. Хотя в древности были такие традиции, в частности в Северной Африке, в Египте, где слова евхаристические молитвы все произносили хором. Сейчас этого нет, но мы все произносим слово «аминь». «Да, это так», «да, это так», что делает нас участниками этого общего поклонения Агнцу Закланному. Аминь, благословение, слава и премудрость. И еще в заключении седьмой главы один из старцев обращается к автору апокалипсиса и спрашивает «Вот ты видишь этих людей в белых одеждах, то самое великое множество, которое невозможно перечесть. Откуда они?» Стало быть, предполагается, что автор не знает ответа на этот вопрос. Он неявен для него. И вот поэтому он говорит старцу, «Это ты знаешь?» «Вот это те, которые пришли от великой скорби, омыли одежды свои, убелили одежды своей кровью Агнца». Это те, чьи страдания, чья великая скорбь соединяются со страданиями Христа. Вот каждый из нас может быть в своем опыте и еще больше в опыте окружающих нас людей, может увидеть это безвинное, незаслуженное и в каком-то смысле неправильное страдание, потому что, да, не за вину человека это есть в мире, это существует. Знаете, наш мир подобен толпе, где тесно прижатые друг к другу плечами люди жонглируют кирпичами, которые сыплют на голову не тому, кто их подбрасывает, а особенно всем. Вот. И об этом и идет речь. Знаешь ли ты, что это такое? Что это за великая скорбь, в которой все эти люди жили и стяжали свои белые одежды? И потрясающе важно для христианской мысли, современной в том числе, что здесь, как и в Евангелии, помните, Иисус говорит, неужели вы думаете, что те галилеи, на которых упала башня села Амская, были грешнее всех? Нет, но если не раскаетесь, и так же погибнете. Так и здесь важно, что дело не в происхождении зла, страданий, жестокости, мучений в человеческой жизни. Оно иррационально, все разумное, объяснимое, имеющее здравые причины, исходит от Бога. Смерть и страдания от Бога не исходят. Бог не сотворял смерти и не радуется погибели живущих, говорит Писание. Поэтому невозможно сказать, что вот это потому-то, потому-то. Рациональные цепочки здесь не работают. Но важно то, что спасение дается кровью Агнца, который разделяет это человеческое страдание. Без него бессмысленное, без Агнца бессмысленное, чудовищное и противоестественное. С ним тоже бессмысленное, тоже чудовищное, тоже противоестественное, но ведущее к жизни, ведущее к жизни, к присутствию Бога, к встрече с ним. И важно, что вот этот старец говорит, автору Откровения, они уже не будут ни алкать, ни жаждать, потому что Агнец, который среди престола, будет пасти их. Именно Агнец заклонный – это ответ Бога на тайну и ужас человеческого страдания, любого. Тайну и ужас. И, собственно говоря, от нас на самом деле зависит, соглашаемся мы на такой ответ, или нам требуются какие-нибудь другие обезболивающие. Вот, на самом деле, именно в этом радикальная проблема человечеству часто оказывается. Итак, посмотрите, один из 24 старцев говорит Иоанну в самом конце вот целого ряда из семи печатей, что даже те, кто умер, те, кто пострадал, те, кто пришли от великой скорби, они кровью Агнца омыты, возвращены к жизни, и они в руке его, он будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрёт Бог всякую слезу с очей их. Вот, собственно, если хотите, первый раз, когда говорится о финале, о том, к чему Агнец, закланный лев от колена Иудина, своей победой направляет историю этого мира, отрёт Бог всякую слезу с очей их.